Привет! iPadOS 18 доступна у нас уже достаточно давно, и я подумал, что мы крайне мало уделяем времени этой прекрасной операционной системе. Так вот, в этом ролике мы с вами поговорим о тех важных настройках, которые нужно изменить прямо сейчас, ну либо обратить на них внимание. Кстати, большинство этих настроек также можно будет применить и к iOS 18. Ну и давайте без раскачки начинать. Заходите в настройки App Store, и нас интересует меню, которое называется автоматические загрузки. В нем есть такие пункты, как приложение, обновление ПО и встроенный контент. Это не жизненно важные настройки, здесь в принципе ничего такого интересного нет, но если вы их отключите, то аккумулятор своего планшета сохраните. Если вы промотаете чуть вниз, то увидите пункт, который называется автовоспроизведение видео. Тоже советую его отключить, ну либо поставить пункт по Wi-Fi, потому что когда вы будете открывать App Store и какое-нибудь приложение, например, игрушку, то у вас автоматически будет запускаться трейлер этой игры, соответственно аккумулятор и сотовый трафик будет расходоваться чуть быстрее, чем это могло бы быть при том условии, что если бы вы выключили эту настройку. Следующая настройка крайне важная и находится она в пункте звуки и вибрации. Называется изменение кнопками и если вы ее включите, то когда будете уменьшать громкость в видео или при прослушивании музыки, то и системные звуки также будут реагировать на изменение громкости. Например, будильник. Вот вы слушаете какой-нибудь трек в Apple музыке или смотрите какой-то фильм, сделали чуть потише и соответственно будильник у вас тоже будет на той же громкости, что и прослушивание музыки и просмотр фильмов. Поэтому смело этот пункт отключайте. Если у вас есть iPad или Mac, то вам точно стоит подписаться на наш Telegram канал с обоими для этих устройств. Подборки там выходят каждый день, обои в высочайшем разрешении, так что по ссылке в описании переходите, прокачивайте свой Mac или iPad. В настройках уведомления также советую вам отключить общий экран. Эта фишка больше носит такой конфиденциальный характер. Например, вы делитесь экраном своего планшета с каким-нибудь человеком, например, презентацию ему показываете или что-то еще и вдруг вам приходит какое-то уведомление и соответственно тот человек его тоже увидит. Зачем вам это нужно? Не нужно. Поэтому отключайте смело эту настройку. Ну и куда же без конфиденциальности и безопасности? Провалимся в эту настройку и ищем пункт отслеживания. Тут будут отображаться все ваши приложения, которые отслеживают какую-либо информацию с вашего устройства. Лично у меня ни одно приложение доступ к моим данным не имеет, ну либо я могу выдавать его по запросу однократно. Также советую вам и делать, плюс к этому всему вы не только защититесь, а конфиденциальностью, но еще и аккумулятор немного сэкономите, потому что в фоновом режиме опять же все это будет обрабатываться и батарейка будет тратиться. Не уходим никуда из конфиденциальности, мотаем в самый низ до пункта аналитика и улучшения. Если вы хотите сделать мир лучше для того, чтобы Apple собирала как можно больше данных и обрабатывала их у себя и потом выдавала супер крутые iPadOS, iOS, то можете все эти пункты включить. Лично я никакими своими данными не делюсь и не хочу это делать, потому что в фоновом режиме опять же аккумулятор будет сильнее разряжаться, зачем нам это нужно, так что здесь тоже смело все отключайте. Следующее, о чем хочу поговорить, это о поиске в системе. Заходите в настройки, поиск и включаете пункт «Помогите Apple улучшить поиск». Когда вы его включите, Apple будет хранить ваши поисковые запросы в Safari, Spotlight и при обращении к Siri. Опять же, здесь все максимально конфиденциально, так что по идее ваши данные и запросы никуда не должны утечь. Spotlight будет предлагать гораздо более релевантные приложения, например, вечером, часиков в 11, когда вы вызовете Spotlight, то у вас откроется предложение поставить будильник на завтра. Ну и так много по мелочи там всяких приколюх прилетает, например, создать быструю заметку, когда это необходимо и действительно это классно работает, потому что я делаю очень много заметок. И Spotlight как будто знает, когда я хочу это сделать. Ну и также, если у кого-то день рождения, то Spotlight предложит ему позвонить, либо отправить iMessage. Обновление контента в фоновом режиме. Каждый раз в подобных видео я всегда вставляю этот пункт, потому что это очень крайне важно. Заходите в настройки, основные и ищите пункт, который называется «Обновление контента». Тут советую полностью его отключить, вы очень сильно сэкономите заряд вашего iPad, либо того же самого iPhone, потому что у вас в фоновом режиме не будут обновляться приложения, то есть его данные. Например, если вы открываете какой-нибудь ВКонтакте и для того, чтобы вам обновить его ленту, вам нужно сделать свайп сверху вниз. Тогда у вас лента обновится и все будет замечательно, но если вы включите обновление контента в фоновом режиме и в следующий раз зайдете во ВКонтакте, то у вас эта лента уже будет обновлена без вот этого свайпа. Соответственно, в фоне у вас там на бэкграунде делаются все вот эти действия, которые, во-первых, трафик ваш расходует, интернет, если вы по мобильной сети сидите, ну и также аккумулятор. Зачем вам это нужно? Считаю, это бесполезной настройкой и она у меня уже отключена, не знаю, со времен, наверное, iOS 8 или 9. Возвращаемся к пункту конфиденциальности и безопасности. Нас интересует меню часто посещаемые места. Находится он в службах геолокации, в самой низ мотайте, системные службы, ну и также в самом низу есть пункт важной геопозиции. Советую вам его отключить для того, чтобы iPad лишний раз, опять же, не расходовал свои ресурсы, аккумулятор и не чекал, собственно, где вы находитесь. Apple говорит, что когда у вас все это будет включено, вы сможете отслеживать те часто посещаемые места и, типа, там какие-то улучшения будут из серии более релевантной рекламы и так далее, но что-то я не особо в это верю, поэтому, ну, опять же, за годы практики ничего у меня тут не поменялось, поэтому строго или смело советую вам отключить этот пункт. Ну и также обратить внимание на системные службы, они тоже очень много могут расходить ваш аккумулятор. Для того, чтобы не вдаваться в подробности, как тут все устроено, просто сделайте точно так же, как и у меня. iPadOS 18 приносит нам абсолютно новое переработанное приложение фото и я знаю, что многим оно не нравится, но я не вхожу в их число. Мне, правда, очень нравится и приятно использовать приложение фото, как на iPhone, так и на iPad. Но если вам все это не нравится, вы считаете, что интерфейс нового приложения перегружен, то мотайте в самый низ до пункта настроить и изменить порядок. Здесь вы можете отключить те альбомы, собственно, и предложения, которые вам не нужны, ну и также изменить порядок тех самых папок и предложений. Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что ваш курсор в системе всегда мигает? Если вам это надоело и вы хотите поменять что-то в этой жизни, то заходите в универсальный доступ, в пункт движения и выключаете настройку, которая называется предпочтение курсора без мигания. Конечно, это не самая крутая и такая супер полезная настройка, но опять же что-то новенькое в системе у вас здесь будет. Следующий пункт будет касаться Wi-Fi и его безопасности. Заходите в свою сеть и нас интересует пункт, который называется частный адрес Wi-Fi. Здесь у нас на выбор будет три варианта. Выключено, статический адрес или ротация адреса. Для того, чтобы ваше устройство было сложнее отследить в сети, то поставьте ротацию адреса. Конечно, маловероятно, что кто-то попытается взломать вас по Wi-Fi, но в этом мире, как мы уже понимаем, все может быть. Ну и напоследок несколько полезных настроек для ваших AirPods Pro. Заходим в универсальный доступ, аудиовизуализация и нас интересует пункт, который называется добавление изоляции голоса. Эта настройка улучшит диалоги, она сделает их четче. Но здесь есть маленький нюанс. Это будет все работать, когда вы будете смотреть какой-то контент в приложении Apple TV. Окей, это может быть не обязательно. Именно те фильмы, которые идут по подписке в Apple TV+, но и также, если вы закачиваете, например, с компьютера какое-нибудь кино и воспроизвести его, можно, кстати, будет только через приложение Apple TV. Так вот, там диалоги будут гораздо более четче, если вы включите эти настройки. Ну и также советую вам включить пункты движения головой. Тоже такая очень прикольная штука, которая вышла у нас с вами в iPadOS 18 и в новой прошивке AirPods Pro. Эта штука нужна для того, чтобы вы могли отвечать на звонки движением головой. Например, вы смотрите какое-то кино или работаете на iPad, там слушаете музыку в наушниках, вам кто-то звонит по FaceTime. И если вы хотите принять звонок, то просто делайте вот такой вот кивок головой. А если не хотите, делайте вот так вот и, собственно, все, звонок вы принимать не будете, он сбросится. Вот такие вот важные, на мой взгляд, настройки iPadOS 18 я для вас его не приготовил. Напишите, пожалуйста, в комментарии, каким iPad вы пользуетесь, будет интересно почитать. Вот у меня iPad Air на M1. Хотелось бы, наверное, обновиться на M2, но пока смысла я в этом не вижу. Ну и не забывайте на канал подписываться, у нас тут много всего интересного. Дальше больше, всем здоровья и пока! Субтитры сделал DimaTorzok